Можно ли переработать? В России можно без маркировки, да. И называться это будет переработкой. Переработкой в топливо. Бред, короче. Да. Перейти на электронные документы оборот. У нас уже незаметно появляются бутылка для батареек или еще что-то такое. Ну, значит, они за горами и эта тема... Девочка Лиля начинает разделять. Привет, Лиля. Добро пожаловать в наш мир. Просьба тут у нас. Это очень сложно, очень дорого. Нет возможности. Привет. Привет, друзья. Это утренний эфир Собиратора. И мы расскажем вам наши интересные, важные новости и ответы на вопросы, которые вы задаете под постами. Леонид Юрьевич, Настя, вы. Все здесь. Поехали. При переработке ведерка от мороженого в ручке не производится ли больше загрязнения? И как это вообще посчитать? Ну, такой вот сложный вопрос. Эх, надо было взять пачку ручек нашу, красивую. Ведерка от мороженого может превратиться в мусор, может превратиться в полезные предметы. Полезные предметы могут быть технические, типа забор или кирпич, канистра какая-нибудь, мало ли что. А может быть интересный предмет. Наша ручка, хочется ее держать в руках, но я ее уже сто раз держал в руках перед вами. Представьте ее. Да, представьте. Наша ручка – это такая визитная карточка. Это ее из мира переработки, ее дополнительная ценность в том, что она вот такая необычная. Ну, где еще встретишь? Ее приятно подарить какому-то человеку, и рассказав про переработку вещей, и он будет постоянно ею пользоваться и думать. Вот я был недавно в одном нашем знаменитом зеленом банке, который… И да, на столах теперь там стоят наши ручки, такие вот с этой пружиночки такой. И мы сейчас делаем еще партию, так что… Молодцы. Это все экопросвещение, да. Человек пока ждет, когда ему там бумаги подготовят, он читает, что эта ручка сделана из стаканчика. Вау. Ну, если отвечать на вопрос про загрязнение, какое там может быть загрязнение, если первичка перерабатывается во вторичку, и потом эти ручки опять можно сдать в переработку? Да, конечно. Какое там загрязнение? Да, и на ручках мы пишем, это полипропилен. Да. Допустима ли упаковка без маркировки в Европе, конкретно в Германии, например? Может, есть какие-то соглашения, запрещающие производителям стран ЕС так работать? Допустима ли упаковка без маркировки? В ЕС? Ну, у нас допустима, у нас нет жесткого требования, пока производители от себя сами, для того, чтобы удобнее продавать, чтобы одна упаковка экспортировалась в разные страны, ставят значки переработки разные. Так что это все на совести и на желании производителей. Как маркировать? Чем? Пока они сильно ничем не обязаны. А в Европе типа все промаркировано? В Европе? Я не скажу вам за всю Европу. А Германию вот? Да, ну вот Германия – это знаменитый зеленый грюнпункт, такие имьянь, зелененький значок, стрелочки. Но оно всего лишь говорит о том, что производитель платит утилизационный сбор, например. То есть он оплатил переработку. Вот и все. В Германии, причем не в России. Короче, в России можно, видимо, без маркировки. Да, в России можно без маркировки, да. Можно. Что из придомовых баков в Москве, видимо, выбирается на переработку, что на захоронение, а что на сжигание? Из придомовых баков, если это синий бак, ну, точно оттуда легко выбрать бутылки на любой сортировке. Сортировки разные есть, и некоторые выбирают даже там какие-то флакончики, ведерки. Но вот банки-бутылки – это два слова, которые легко сдавать в синий бак. И вы можете легко об этом соседям сообщить. Сдавайте туда банки-бутылки. Вот. Это на любой сортировке прокатит. И любому человеку понятно будет. Ну, может, не все банки, пластиковые баночки какие-нибудь не отсортируются, но вот это издержки. Остальное у каждого оператора есть свои. Ну, стоит сортировочная линия, и оттуда выбирают кто что, у кого как получилось. Но в любом случае, то, что в мусоровозе прессуется, там, пресс 40-тонный, вжимаются друг в друга все остатки, там, пищевые, и вторсырье превращается в некую смесь, то все, что оттуда можно выбрать, это немного фракций, к сожалению. И, да, большая часть из этого портится и отправляется на полигон, или сейчас будет вообще отправляться на сжигание в виде топлива. И называться это будет переработкой. Переработкой в топливо. Бред, короче. Да. Как утилизируют электронные сигареты? Электронные сигареты дробят в основном и делят уже на материалы. Легкие пластиковые корпуса отдельно от тяжелых металлических предметов. То есть там несколько стадий дробления проходит, так, чтобы пластик отделился от батарейки, потом сама батарейка. Вот так. Собиратор принимает, кстати, электронные сигареты. И на самом деле, я не знаю, я тебе говорила или нет, одна из самых страниц, которая у нас на сайте собирает больше всего просмотров ежедневно, это вот куда сдать электронные сигареты. Это настолько видно тренд времени, что люди, огромное количество людей пользуются этими электронками. У нас это в топ-3, там главная страница у нас самая посещаемая, инструкция и вот куда сдать электронные сигареты. Представляешь? Да, конечно, эта индустрия очень молодая, создалась только что, но она не подумала об экологичности никак. Вся эта сфера полно брендов из Китая, там большую часть везут, как я понимаю. Во-первых, я не говорю уже про состав, что там с чем внутри, но состав курительных смесей, но и что там со здоровьем будет, расскажут докторы, патологи, анатомы. Ну, в общем, корпуса и все эти детали состоят из абсолютно разных материалов. Только если промышленно сдает какой-нибудь бренд, можно одинаковую партию отобрать, но это, допустим, собранные каким-то маркетинговым способом какой-то акции, сдай одну, купи другую, то тогда это будет более приближаться к моноотходу и с ним будет более понятно. А так пока что. Если можете не пользоваться, лучше не пользуйтесь, потому что ничего хорошего не произведешь из смеси пластика, сложно его сепарировать, и батарейки – это тоже сложный отход, который денег требует на переработку. И где-то должна индустрия найти эти деньги. Все, затухли. Но лучше сдавать переработку, чем не сдавать. Можно ли переработать фольгированную упаковку? И что из нее делают? Вы новичок, видимо, у нас. Добро пожаловать в наш мир. Красочный мир. Упаковка из разных слоев пластика, или бывает это металлизированная краска, которая, ну, металл осаждается разными способами. В общем, как будто краска, тончайший слой. Или тончайший слой фольги внутри слоев пластика. И это все сложно для обычной переработки пленки. Потому что она там воспламеняется, она там вообще загрязняет фильеры, из которых пластик выдувается. Или еще, ну, в общем, мешается все это. Все блестящее мешается. Поэтому она идет в производство строиматериалов, плитки и разных панелек. Простейшие продукции, заборчики. Там делаются колодцы максимум. Что-то такое простое. Колодцы? Да, люки колодцев, например. А, все. Люки, колодезные люки. Это, кстати, люки, которые спасают людей. Как? Как. В сельской местности воруют обычные металлические крышки. А-а-а. Воруют. И люди проваливаются в колодцы. А пластиковые не воруют, потому что его в металлолом не сдашь. Вот так. Но приходится эти блестящие пленки подмешивать в небольшом проценте к основной части пластикового содержимого этой плитки. Это полиэтилен. Самый такой текучий пластик. Но туда подходит немножко полипропилена и всяческие небольшие присадки, красители, фольга и так далее. Из наших фольгированных пакетов получается красивая с фольгированными блестками плитка. Девочка Лиля из Питера начинает разделять. Привет, Лиля. С какой фракции стоит начать, чтобы привозить ее в экоцентр? И как справляться с хейтом? Вроде не занимайся фигней, это ничего не работает. Это ничего не работает? Ага, конечно. У тебя от Лили работает? Работает. Главное в этом деле, помни, прокачка себя. Ну, то есть ты разбираешься в материалах, ты становишься заботливой, ты становишься экопросветителем, когда ты уже полученные данные, какие-то знания и навыки распространяешь, хочешь не хочешь, распространяешь среди своего окружения. Вот, распространяешь эту тему. А когда мы начинаем разбираться с этими материалами, они каждый день, каждую минуту, каждую минуту у нас под руками оказываются. И тема такая вирусная. Сдаешь что-то в переработку, ну, окружающие смотрят. Получаешь новый предмет в руке, а из чего он сделан? Вот так. Очень быстро растет. Личный рост. Это самое крутое в теме экологичности. Ну, и потом в результате из отдельных людей создаются мегапартии вторсырья, которые мы отправляем переработчикам. И мы показываем это. Так что, Лиль, спокойно показывай любой наш репортаж про отгрузку вторсырья. Вот такие фуры у нас огромные грузятся. И замечай, какая ты была вчера и какая стала сегодня качественно новая. Да, и не расстраиваюсь из-за всех этих комментариев. Я обычно говорю, ну, мне нравится. Почему вы... Да, это стандартные так у всех комментарии. Окружающие просто. Надо еще их понимать и любить, не расстраиваться из-за них. Они просто не в теме еще. И они закономерно переживают. Действительно, там вон гигантские горы мусора, и тут твой пакетик. Ну, как-то это не сходится в голове. Ну, просто надо продолжить думать дальше и объяснить. Да, и они примкнут к вам 100% со временем. Через год, через два, неважно. Главное, что вы своим примером покажете, и они точно будут с вами потом. Просьба тут у нас. Сделайте подробный выпуск про фундаматы. Что, куда, как собирается, да сортируется. Как изготавливается сам аппарат, как работает его техподдержка. Это реально тянет на целый выпуск, или ты можешь сейчас... Конечно, целый выпуск можно про что угодно снимать. Но это нужно погрузиться в эту тему и разобраться. Кратко я расскажу так. Фундаматы. Они же аппараты обратного вендинга называются. Вендинг – это торговый автомат, да? Да. А тут не получаешь, а отдаешь. Обратный процесс. Достаточно простые этих аппаратов. Это ящик с небольшой механизацией внутри. Там особо стоит нечему. Но поскольку их мало в природе существует, и мелкосерийное производство, они у нас дорого стоят. Сотни тысяч рублей. Если бы вот эти вот мелочи какие-то продаются, которые там бахилы, жвачки, чего там только не продаются вендингом. Если все так вендинговые аппараты стоили, или игральные аппараты, то все бы разорились давно. Так что стоить прибор должен гораздо меньше. Экономически он никак не окупается за счет торсырья, цены, которую он соберет. Потому что это воздух. Прессовать его там, и это еще дороже аппарат должен быть на порядок. Так что собирает мешок пустоты, обслуживать его дорого, вывозить эту пустоту. Вот так кто обслуживает и вывозит их? То есть тот, кто устанавливает аппарат, должен позаботиться о том, что подумать об этом заранее, что каждый день какая-то организация должна вывозить. Или надо где-то накапливать мешки с бутылками, допустим, и вывозить раз в неделю. Это типа ЖК вот установил фандомат, и ему нужно с кем-то заключить договор, кто будет вывозять компанию. Так что фандомат достаточно простой прибор для 21 века. Ничего сложного. Он простейший датчик, считывает штрих-код или еще что-то. Просто факт, что бутылка провалилась, выдает какой-то бонус. Тут все банально. Обслуживать его сложно. Хороший фандомат тем, что он привлекает технологичностью в экологическую тему. Что-то интересное про сдачу бутылок люди запоминают. Особенно те, кто интересуется технологиями, вообще чем-то интересным, аппаратом каким-то. Они втягиваются в это. Вот начиная, создавая в фандомат первую бутылочку. Ну, типа, у меня собирается там много бутылок, допустим. А мне приходить и по одной туда сувать? Да. В Европе, допустим, фандоматы выдают деньги. То есть они работают в системе залоговой стоимости. Когда покупаешь бутылку-банку, ты переплачиваешь сколько-то центов, а потом возвращаешь эту бутылку. То есть они участвуют вот в этом круговороте заинтересованности людей сдать бутылку. Ну, как это было в древности в Советском Союзе у нас. Ну, а почему собиратор тогда не делает эти фандоматы, если это, вот ты говоришь, прикольно, привлекает внимание? Чем бы еще заняться? Ну, во-первых, это делают другие организации. Во-вторых, немного покупателей на эти фандоматы. Так уж если взять, и государство их продвигает, но устанавливает государственный счет. Мы не брались. Надо было заниматься другим бизнесом тогда. Ну, и такая тема. Она нелогична с коммерческой точки зрения и с количеством спасенного, но привлекательна тем, что она втягивает людей. Ну, еще это маркетинговый ход, большие логотипы на фандомате. Да, хороший вопрос вот тут. Когда в России в каждом доме появятся контейнеры для сортировки отходов? В каждом доме? В России скоро появятся. У нас уже незаметно появляются в каждом подъезде какая-нибудь бутылка для батареек или еще что-то такое. Мы выходим, а в дворе синий бак. Ну, значит, не за горами и эта тема. Мы, я уже рассказывал с девелоперами, разные системы изобретаем в разных типах жилых комплексов, как это можно сделать внутри, там, в подземном паркинге, например, интересный такой сбор. На этажах тоже есть специальные комнаты на этажах, что можно там собирать. Так что скоро появятся. Тут, наверное, надо вопрос. Когда в России в каждой квартире появятся? Когда запрос от вас тоже должен появляться. Ну, вот как в каждой квартире появятся, так и в каждом дворе, наверное, появятся. А может и наоборот, фиг знает, как это работает. Здесь надо брать и делать самим. Поставить бутылку в подъезд для батарей, повесить листочек, вообще ничего не стоит. Уже люди интересуются. Ну, и пошло-поехало. Как мотивировать компании полностью перейти на электронные документы оборота? Ну, вот у нас, например, нет электронного документа оборота, потому что это очень сложно, это очень сложно, это очень дорого. И я постоянно там раз в несколько месяцев возвращаюсь к бухгалтеру. Ну что, пора уже? Нет, говорит, никаких нет возможностей сделать электронный документ оборота. Так, а как мотивировать? Да, как мотивировать? Упрощать систему так, чтобы ей могли воспользоваться компанией легко. Так же, как приложение в телефоне. Это современное, это прогрессивное. Да, на сегодня это танцы с бубнами, и не факт, что сработает. С остальной, с огромным количеством компаний все равно придется печатать бумажки. К сожалению. Пока не работает нормально. Ой, сейчас мы затронем тему, на которую Леонид Юрьевич может вечно говорить. Диспоузер. Крутая штука, когда эти отходы перерабатываются, и система канализации для этого предназначена. Чем это я такой? Жаль, что этого нет в других городах. Но как к этому пришла Москва? Нет, Москва специально не приходила. Москва просто город с огромными ресурсами, и на каком-то этапе здесь были заложены на очень большую перспективу очистные сооружения, которые справляются, во-первых, с огромной нагрузкой, и они еще вырабатывают биогаз. Тут нет космических технологий никаких, просто вот так вот есть, и там вырабатывается биогаз. Во всех остальных городах, где просто очистные сооружения накапливают осадки, не собирают из них газ, то все, в общем, то же самое. Лучше пищевым отходом попасть в этот осадок, чем попасть на свалку, во вторсырье, которое может испортиться, пока оно доедет до сортировки. Сейчас ведь помните, все вторсырье должно сортироваться. И если оно перемешано с пищевыми отходами, и из него не достанешь уже полезные фракции, они испорчены. Поэтому лучше отправлять в любом городе в диспоузер. В любом городе? Да, конечно. Ну вот питерцы, например, говорят, ой, у нас нельзя, потому что у нас там собираются сжигать иловые осадки. Ну вот да, я поэтому... Ну вот я так взвешиваю на весах вот эти плюсы и минусы, и мне кажется, что все равно лучше пользоваться диспоузером, измельчителем. Он не создает какую-то, видимо, ощутимую нагрузку на канализационную систему, потому что это всего лишь, ну вот как, там, еще дополнительный человек. Ну или сколько мы процентов очисток очищаем от еды? Ну картошку, представь, и шкурки от нее сколько? 10 процентов. Вот всего-то у нас добавляется нагрузка на канализацию 10 процентов. Ну это все равно ненаучно, и в целом, мне кажется, тут нельзя посчитать. Ну это не 50 процентов, явно. Так что... В общем, Леонид Юрьевич считает, что в любом городе диспоузер можно устанавливать. Да. Купить его можно здесь по ссылке в нашем полезном магазине. Да, мы, кстати, во-первых, в полезном магазине продаем самый лучший бренд, это Boncrusher, американский бренд, знаменитый, известный, очень надежный. Вот. А потом у нас, купив диспоузер, вы можете чувствовать, что деньги пошли не в карман кому-то, продавцу, а пошли на развитие экологического проекта. Там небольшая прибыль, ну цены такие же, как в других магазинах, рекомендованные производителем. Но у нас все, что зарабатывается, идет на развитие наших экологических проектов, и вы становитесь причастными к этому. Так что welcome к нам в магазин за классным прибором. Все. Вопросов больше нет? Отлично. Хорошо. Если нет вопросов, вы же не забыли отметить этот ролик, чтобы он сам распространялся. Ну и поддерживайте нас. Нам важна ваша поддержка всегда, чтобы мы больше снимали, больше создавали проектов, больше увлекали людей. Так что до скорых встреч. Пока. Продолжение следует. Продолжение следует.